Жираф в огне Так что будете в тех краях, не упустите удовольствие полюбоваться жирафом в огне. Это безусловный сюрреалистический шедевр каталонского маэстро, по праву включенный нами в список самых известных работ Сальвадора Дали. Жираф в огне был написан в 1936-1937 годах прошлого века. И это важно принимать в расчет для правильного понимания сюжета картины. Для более глубокого проникновения в суть картин Дали, как мы не раз уже говорили, нужно хорошо представлять себе, что происходило на момент написания того же Жирафа в огне в мире и в судьбе Сальвадора Дали в частности. А обстановка, надо сказать, была самая, что ни на есть предгрозовая и тревожная. В 1936-м началась Гражданская война в Испании. Один из самых кровопролитных внутренациональных конфликтов 20-го столетия, послуживший своего рода генеральной репетицией ко Второй мировой. Разумеется, Дали и Гала вовсе не желали находиться внутри испанской братоубийственной мясорубки. Поэтому в спешном порядке покинули Испанию. Так начались их нелишенные приятности скитания по Европе. Скитания намеренно возьмем в кавычки. К тому времени у Сальвадора Дали уже имелась быстрорастущая слава, а вместе с нею и кое-какие деньги, и знакомства, и связи. Поэтому все было бы вовсе не так печально, если бы не агрессивные планы Гитлера во все щеки раздувавшего в Европе пожар войны, в багровых языках которого суждено было сгореть миллионам человеческих жизней. То весьма сомнительного свойства восхищения, а точнее болезненный провокационный интерес, который демонстрировал Дали в отношении одиозного фюрера, быстро сменился неподдельным страхом. И все закончилось, как мы знаем, бегством Дали и Гала в США, растянувшимся на долгих 8 лет. Думается, уже в то время, создавая своего пылающего жирафа, очень чувствительный и, как и подобает творческому человеку, наделенный даром пророка, усатый каталонец отчетливо предвидел грядущее бедствие. И как бы ни заявлял Дали публично, что находится вне политики, поскольку политика его нисколько не интересует, заявления эти даже в малой степени не соответствуют действительности. Политика сама, без спроса, вторгалась в творчество Дали тех лет. И все, созданное художником в те смутные годы, следует воспринимать именно как историко-культурный документ, пусть и весьма своеобразного свойства. Первый и самый точный индикатор, всегда дающий нам безошибочно понять, насколько все хорошо или плохо в жизни Дали – Небо. Писать Небо Сальвадор умело любил и делал это очень часто. Однако вспомните, залитое солнечным светом Небо в картинах Дали первой половины 30-х, и сравните его с мрачным предсумеречным светом на картине «Пылающий жираф». Насыщенно тревожного кулера это небо предостерегает. Грядут сумерки мира, и ночь, которая падет вслед за Лиме, будет поистине страшной. В родной для Дали Испании ужас уже правил бал. И пылающий в глубине картины жираф на фоне гор, окружающих долину Ампурдан – это символ охваченной огнем войны Испании. Женщина-монстр на переднем плане интересна обилием выдвижных ящиков и странными отростками, напоминающими одновременно и гипертрофированный, хотя и очевидно убятший, фаллос, и искаженные до неузнаваемости мягкие часы Сальвадора Дали. Отростки этой не способны поддерживать себя самостоятельно. Для этих целей им требуются костыли. Также постоянно фигурирующие в картинах Дали того периода. Не исключено, и даже скорее всего, что таким недвусмысленным образом художник указывает на собственные проблемы с потенцией, которых он не только никогда не скрывал, но, напротив, даже гордился ими. Что касается ящиков, они символизируют так называемые тайники подсознания и являются безусловной данью Сигмунду Фрейду, которого Дали почитал величайшим из людей. Процитируем самого Дали. «Единственное различие между бессмертной Грецией и нашей эпохой – это Сигмунд Фрейд, который открыл, что человеческое тело, которое греками воспринималось исключительно как объект неоплатонический, в действительности состоит из множества секретных ящиков, открыть которые сейчас стало возможным с помощью психоанализа». Ящики, как несложно заметить, открыты. Явно указание на то, что война высвобождает в людях все глубинные инстинкты, о которых они в мирное время даже и не догадывались. Ту первобытную, жестокую суть, которая живет внутри каждого из нас. Живет в состоянии анабиоза, имея все шансы, так никогда и не проснулся. Но если это все-таки случится, мы, увы, узнаем о себе много неожиданного и неприятного. Ненужной шелухой отпадет глянцевая шкурка цивилизации, и природные инстинкты примутся править свой жестокий, пахнущий свежей кровью пал. Об этой же звериной сути, закрытой в каждом человеке, свидетельствует и кусок сырого мяса в руке еще одной женщины-монстра на заднем плане справа. Война мгновенно сорвала с человека театральные покровы цивилизации и явила наружу изначально и по определению свойственную человеческому существу кровожадность. Увы, это действительно так. Идалий с присущим ему талантом в картине «Жираф в огне» смог ярко передать это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова